Ну а если вертикально прыгнуть с повышенной на несколько десятков тысяч акробатикой, то можно в прямом смысле отправиться в царь. Космическая программа МРОВИН. Майни, вновь с вами. Всем привет. Как видите, вот не дома записываю. Ну и еще, нормально. Звук, надеюсь, будет хороший. Микрофон взял, все взял, настраивал час. Будем смотреть видео, которое просили булджать. Он в последнее время выпускает видео как с автомата. Погнали смотреть. У меня уже 200 часов. Надеюсь, он запишется. И мне нужно было 150 часов, чтобы понять, что пистолет МК-50 здесь имба. Это самое стандартное оружие, которое всегда с тобой. И оказывается, если им стрелять, то ты можешь убить все. Единственное условие, тебе нужно совмещать прицел с телом противника. Ну уж извини, оружие здесь так работает. Это... Хейл Инфити еще кто-то играет. На самом деле игра неплохая, но там онлайна уже вообще нет. Это весьма удивительно на самом деле, потому что обычно пистолеты в шутерах это то, о чем постоянно забывают. И используют их только тогда, когда в магазине автомата все закончилось. Но в Хейло Инфинит пистолет стреляет куда точнее, чем дефолтная МА-40. Наносит урона достаточно, чтобы завалить врага с одной обоймы. И если очень быстро нажимать кнопку выстрела, то он становится почти как автомат. Нет, конечно, МК-50 не... Почему-то урона слишком у него много. Там 4 выстрела и все. И дотягивает до энергетического меча. Меч имени нубаской крысы не просто имбовый. Он уничтожает матчи, если он у кого-то в руках. Но вы об этом и так знаете. И я подумал. МК-50 и меч это же не единственные вещи, которые могут поломать игры, если ими пользоваться. Есть же примеры предметов, персонажей, скиллов и механик, которые куда сильнее и куда проще в использовании, чем все остальное. Вещи, которые заставляют тебя чувствовать настолько сильным и умелым, что тебе даже становится неловко. Ты как будто легально читеришь, хотя разработчики просто не смогли в баланс и сделали что-то лучше другого. Поэтому сегодня я расскажу о нескольких поломанных вещах, которые ломают все остальное в игре. Скорее всего будет несколько частей этого видео. На самом деле подобных имбовещений просто с ума сойти. И, кстати, прикольная была бы рубрика. Но 26 минут, нормально. Вам понравится, так что ставьте лайк в случае прилива эндорфинов. И особенно новая часть выйдет, если вы в комментариях поделитесь своими воспоминаниями о имбалансах. Е-е-е, господи, стэшли первого. А чтобы новые видео не пропустить, подписывайтесь на канал, советуйте его друзьям, делитесь впечатлениями в дискорд-канале и телеграме и подключайтесь к мемам в группе ВК. Готовьтесь, ведь с вами булджать, и мы начинаем. Давайте не будем мудрствовать и просто начнем с классики. Бефезда. Студия, во всех играх которой есть 76% шанс того, что ты случайно сломаешь все вплоть до движка, просто создав какой-нибудь убер-мегабилд или найдя лазейку в механиках. Я могу загадать РПГ, не давать вам никаких подсказок. Чего же говорить, если в начале Скайрима можно просто побить NPC в спину, накачать все сот уровень и пойти убивать все за удары. Никак ее не описывать, только сказать, что там одним прыжком можно пересечь всю карту, и вы все равно тут же поймете, что это какая-то из частей Elder Scrolls, потому что ни одна другая РПГ такого себе не позволяет. В The Elder Scrolls есть очень много поломанных вещей. Если они выглядят не поломанными, значит они поломаны вдвойне. Например, ты находишь Ятаган Порыв Ветра в Скайриме, смотришь на его мизерный урон и, скорее всего, выкидываешь куда-нибудь на помойку, потому что твой дефолтный дрын сносит куда больше. Но если вдруг ты начинаешь использовать Порыв Ветра, то оказывается этот хиленький, и, будем честны, не самый привлекательный Ятаганчик, одно из самых поломанных оружий в игре. То, что это оружие шансом в 39% парализует противника при ударе плашмя, вообще не впечатляет, это так себе бонус на самом-то деле, потому что, помимо этого, Ятаган со стопроцентной вероятностью стагерит врага, и он пару секунд будет ошеломленный беспомощно шататься, пока не придет в себя. Уточняю, 100% вероятности. Они слишком летно и имбалансно. То есть даже дракона? Да и удар заставляет любого противника уйти в стагер, даже бедного дракона. Господи, на них и так орут постоянно, так еще теперь заставляют позорно трястись от какой-то зубочистки. Ятаган наносит преступно мало урона, но уже после первого удара враги обречены. Они ничего вам не могут сделать, и шататься ждать своей долгой и мучительной кончины. Но это еще что? В облевионе можно было создавать какие-то безумные связки заклинаний, которые просто уничтожали весь смысл всего остального. Опять же, вы можете усилить свою акробатику, набрать больше 6000 поинтов за 3 минуты, и прыгать выше самой высокой башни Сиродиля. Или можно было наложить определенное проклятие на предмет, подложить его любому NPC и подождать, пока он умрет, забрав... На самом деле, в облевионе с ума сойти, сколько было имбалансных скиллов. Я помню, на облевионе я наиграл, наверное, тысячи две часов. Его столько раз перепроходил. Я столько раз просто баловался. Там уже, вы знаете, это уже... Просто желание было так. Хочу собрать самый странный билд, который я играл. Или там не играл еще за него. Вот, вот, не знаю, люблю в облевионе больше, чем в Скайрим. Не знаю вот почему. Многие любят Морровинд, говорят, лучшая часть свитков. Кто-то говорит, Скайрим. Для меня это облевион. Вот, ну, потому что, наверное, это первая игра свитков для меня. Поэтому, для меня она так запала в душу. Мне кажется, для каждого первая игра свитков, это самая их любимая. Сто процентов. ...без каких-либо обвинений в краже. Там столько всяких имбовых комбинаций на самом-то деле, что даже непонятно, какое комбо-вомбо заклинание самое мощное. Они все ломают игру одинаково. Но заклинание это для адванс юзерс. А вот самый простой и одновременно самый ломающий навык во всех свитках, начиная с Морровинда, это, конечно, алхимия в связке с увеличением характеристики. Данная схема на самом деле становится довольно очевидной в какой-то момент. Очень странно, что ее не заметили сами разработчики. Вот смотрите. Вы создаете зелья, повышающие интеллект. Выпиваете их, обретаете большой мозг. С его помощью тут же используете заклинание увеличения характеристик, чтобы... Жалко, что так в жизни нельзя, да, ребята? Чтобы быть умным. ...устануть интеллект еще в несколько раз. Создаете новые зелья интеллекта, которые будут уже лучше предыдущих по качеству, и давать больше очков бонусам, а потом просто повторяете все заново. Таким образом, вы можете повышать свои характеристики буквально до бесконечности и смотреть, что вы теперь можете делать. Например, набрав тысячи и миллионы поинтов силы, ваше оружие, не выдержав всей мощи ваших накачанных рук, будет ломаться после первого же удара вместе с противником. Чего? Если переборщить со скоростью, то вы сможете буквально бегать по воздуху, но при этом вы станете абсолютно неуправляемым, поскольку вам будет намного легче оказаться посреди ничего или убежать в белое за предели игры, из-за чего она крашнется, чем прийти в нужное место вовремя. Ну а если вертикально прыгнуть с повышенной на несколько десятков тысяч акробатикой, то можно в прямом смысле отправиться в царм. Космическая программа, мрогин. Ооо. Как ты скажешь, что уничтожает? Не надо. Нужно делать такие штуки, как баланс, потому что они ввели аналог алхимии в Fallout 4 и тоже все сломали. Я, конечно, говорю про систему крафта. Может быть странно, что я сравниваю крафт предметов с алхимией, но на самом деле они не далеко друг от друга. Она похожа, реально. Fallout 4 может гордиться своей системой крафта и кастомизации, ведь разработчики вложили в нее много сил и возможностей. И не мудрено, ведь Fallout 4 больше от выживающих... Я в Fallout 4 проходил на старте, когда только выходила, еще без всех DLC, дополнений. И мне на самом деле игра понравилась, игра неплохая. Ну, то есть, да, в ней свои нюансы, прочее, но я от нее получил удовольствие, наверное, это самое главное для игр. ...чем от RPG. И весь открытый мир сосредоточен на том, чтобы игрок его изучал, собирал там всякое и адаптировал его под себя. Подождите, это Fallout? Это что за графический мод? Или так он и выглядел? Нет, он так не выглядел, это графический мод. Он на Last of Us был похожий секунду назад. Красиво. Классный кофический мод. Это круто, конечно. Времень богатых. Времень богатых. В Fallout 4 подобное оружие сосет, потому что местные игроки могут из консервной банки создавать оружие, запрещенное женевской конвенцией, это даже не рофл. Можно создать бластер, который уносит противников в стратосферу. Ну, нормально. Реваример, который стреляет как миниган и миниган, который стреляет без перезарядки, какими-нибудь лазерами или, если с простым эксплойтом, ядерными боеголовками, сжигающие не только врагов, но и ваши глаза, и вашу видеокарту. Или же, можно создать бесконечную автоматическую двустволку, которая стреляет очередями и не требует перезарядки, нанося огромное количество урона. Если вы создали... После этого хочется поиграть в Fallout что-то еще, да, ребят? На самом деле, смотришь, это же месиво, это же какой-то дум начался. Великолепно, великолепно. Вы победили саму жизнь, вы аннигилятор. Игроки делают целые подборки пушек, на цепи на которых пару деталей апгрейдов, и они полностью уничтожают баланс игры. Не, когда игру ломают игроки, это весело. А вот когда баланс рушится из-за разработчиков, тут уже все. Тут могут возникнуть реальные проблемы разного масштаба. Когда я прошел первый... Ну, еще ладно, на самом деле, в синглплеерных играх, но дело в том, что баланс иногда сломан просто в нулину и в мультиплеерных играх. Вот там, вот это самое плохое. В синглплеере это весело. И как бы ты сам решаешь, как играть. Ломая баланс, не ломая баланс. И ты никому не мешаешь, другим игрокам. А вот когда ты играешь в мультиплеере, вот там, конечно, да. Доктейл, она почти сразу вылетела у меня из головы, оставив лишь образ полчищ крыс. Ну, это как бы попробуй забудь. В сухом остатке у меня только ощущение, что я получил от этой игры удовольствие. Ведь игра действительно очень хороша. Но я, черт возьми, не могу вспомнить, по каким причинам она мне понравилась. Мне кажется, так было у каждого из тех немногих, кто эту игру прошел. Поэтому я не особо верил, что будет сиквел. И честно, если бы этого не произошло, потеря была бы не особо велика. Но сиквел вышел. И теперь я молюсь, чтобы вышла третья часть. Я очень хочу, чтобы продаж Plague Tale Requiem было достаточно для разработки продолжения. И хочу, чтобы в нее играло больше людей. Но в том-то и дело, что я не могу советовать эту игру всем. Это же Евроджанг. Ну ладно, я. Я-то могу искренне влюбиться в убожество Эликса. Но если вы эстет, которому нужна исключительная идеальность, стекающая с экрана в 240... Да не бывает сейчас идеальных игр. Нет уже. Все. Как бы прошло время идеальных игр. Время ранних доступов, недопиленных игр, куча патчей. Ой, это уже все. Мне кажется, время потеряно в этом плане. Без в 4К на 1060, то лучше бегите от этой игры как можно дальше. Потому что местные шершавости и заусеницы доведут вас до инсульта. Но игра красивая, очень красивая. Я просто вижу ее. Местами даже устаревшая, но все еще при этом замечательная и невероятно красивая игра про сюжет и персонали. А все, что связано со звуком в этой игре, страстно лижет тебе уши. И тут, как и в любом Евроджанге, есть то, за что я больше всего люблю этот тип игр. Их легко можно сломать. В Plague Tale Requiem есть несколько веток прокачки и апгрейдов снаряжения. О, если есть прокачка, значит надо ломать. Вы ни при каких обстоятельствах не сможете прокачать себе все. Те же умения здесь качаются, условно говоря, как в Облевионе. Если вы много времени будете проводить в окружении кустов, то открываться будут навыки скрытности. А если вы будете наглядно показывать, что женщина с камнем это средневековая BFG 9000, то будет положаться ветка агрессии. Разработчики планировали, что игроки... Там что-то настолько жесткий аим на геймпадах, оно же привязалось. Или то кто-то очень хорошо играет. ...предерживаться побольше. Ну сказать, что на геймпадах такое им ассистмент. Прокачка была быстрее и бонусов было больше. Вот только прокачка не имеет почти никакого значения. Потому что есть стильный, мощный, практичный он. Арбалет появляется ближе к середине игры. И в этот самый момент он превращается в Моисея со всеми обилками. Мне нравится вообще вот эстетика арбалета. Вот луки, арбалеты, что-то в этом есть. Но арбалет... Вот есть у него что-то такое, знаете, волшебное. Вот прекрасное. Сложно объяснить. Луки, наверное, уже приелись, но вот арбалеты... ...с двух болтов и закованные в броню рыцарей, с которыми еще надо повозиться. Но если вы потерпели и сэкономили детали для апгрейда оружия, то вы можете довольно быстро прокачать арбалет на максимум, что дает вам быструю перезарядку, увеличение боезапаса до пяти болтов и, что самое важное, теперь вы можете возвращать их после убийства врага. Вот это последнее улучшение ломает нахрен все. Мне кажется, можно не играть в плэктейл, чтобы понять, насколько арбалет под последним апгрейдом оверпавер. Вы больше не видите угрозы в противниках, когда в руках арбалет. Вы видите средневековый шутер. Понимаете, обычно на локации, где происходит боевой движ, бродит примерно до семи вражеских солдат. Может десяти, но это самый-самый максимум. И в самом худшем случае только двое из них будут закованы в броню, но остальные нет. А у вас целых пять болтов, которые вы можете вернуть после выстрела. И у вас еще есть проща, которые можно убить незащищенных противников. Что вас может остановить? Какой смысл избегать резни? Да этим арбалетом можно перестрелять всех крыс и победить чуму. Прокаченный арбалет в одно лицо почти полностью убирает не только надобность в стелсе, но и комплексную и сложную боевую систему, завязанную на разных типах снарядов. Зачем вам тратить ресурсы и сначала обливать кого-то маслом, а потом поджигать его, если можно просто застрелить его из арбалета, забрать болт и застрелить следующего? Вы можете перестрелять всю локацию меньше чем за минуту, полностью ее зачистить, все собрать и никогда не испытывать проблем с дефицитом чего-либо. Арбалет, а точнее прокачанная его версия, просто ломает Black Tail и с этим ничего нельзя поделать. А я встречал, но не вживую, я просто встречал человека, который фанат Мегамена. Я об этом не знаю, потому что о Мегамене почему-то никто не говорит. Знаете, им надо поучиться у фанатов другого синего персонажа, коих я встречал даже в избыточном количестве. И это не укладывается у меня в голове, потому что хорошие игры по Сонику закончились лет 15 назад, но фанбаза Ежа только увеличивается, а Мегаменом у нас до сих пор интересуется три человека, превратившие его в ностальгический артефакт, которому нельзя прикасаться. Об этих играх должны говорить, потому что самый первый Мегамен, который является отличной игрой, классикой игростроения, также является одной из худших игр в серии по мнению зарубежных фанатов. Понимаете, какой уровень? А всего 4 года назад вышла изумительная Мегамен 11, которая идеально подходит для того, чтобы ворваться в эту обширную вселенную и понять, почему эту серию игр так любят. Мегамен славится своей хардкорностью и, что самое важное, балансом. Вы поймете иронию очень скоро. Эта игра Гид Гуд в самом прямом понимании. Каждый уровень в этих играх это инженерное устройство, вызывающее возгорание вашего подумала. Ну я проходил Мегамен где-то 2 части, одну в детстве, вторую проходил на стриме, это был Мегамен на пи-спишку, если не ошибаюсь. С тех пор, пока вы не поймете, как оно работает и какое оружие на уровень нужно принести. В этом вся соль серии Мегамена. Вы должны угадать или опытным путем додуматься, с какого босса легче всего начать, выбить из него оружие и найти следующего босса, который имеет к этому оружию слабость. Схема достаточно простая, звучит интересно, но работать она может только в идеальном мире, который явно не наш. Наверное, в каждом Мегамене было оружие, имеющее больше бонусов, чем все остальное. Получив, например, лазерный трезубец в 9 части, сложно было не проходить с ним все остальные уровни, потому что скорость снарядов и маленькие затраты энергии делали трезубец самым функциональным оружием в игре. А если вы знаете, как эксплойтить громовой луч в первой части, то вам не будет нужно любое другое оружие в игре в принципе. Вам будет завидовать сам Зевс и Пикачу, потому что вы будете взрывать всех боссов с одного-двух выстрелов. Но даже это не идет ни в какое сравнение с металлическими клинками из второй части. Это оружие настолько имбалансное, что рушит вообще все правила и весь геймдизайн Мегамена, по которым он должен работать. Клинки имеют большой хитбокс, наносят приличный урон, ими можно стрелять в разные направления, и за 4 выпущенных лезвия снимается всего одна единица энергии. Учитывая, что противники очень любят выкидывать банки с этой самой энергии после смерти, нет ни одной причины, чтобы металлические клинки не стали вашим основным оружием, с которым вы пройдете всю игру. Наверное, единственный минус этого оружия, который даже не минус вовсе, является то, что клинкам слабо восприимчива аж половина боссов. Проблема только в том, что другая половина боссов вместе с финальным от клинков отлетает, и вы легко получаете оружие, которое добьет невосприимчивую половину. И чем больше переменных в играх, чем более сложно оно устроено, тем больше сломанных вещей, и тем более они сломаны, и тем более они ломают там все. То есть, как будто так это работает. Это тоже было имбалансное оружие, но уже не такое ультимативное, как лезвие. А иногда, в страхе создать аналог металблейдов, оружие очень сильно нерфили, как шэдоу-блейд в третьей части, которому урезали изначальный радиус, урон и прочие штуки. Ослабление чего-либо всегда воспринимается как что-то грустное. Ооо, это я помню. Ох, этот револьвер. Револьвер это был кошмар, когда его только добавили в кс-ку. Эта штука, которая ваншотит в туловище, нет задержки перед выстрелом. Это был кошмар. Но нерфы в играх обычно служат во имя блага. Особенно в онлайн проектах. В Лиге Легенд, например, персонажи выходят раз в полгода или что-то около того. Они могут быть разных ролей, наносить разный урон, могут иметь от 10 до 200 строчек в описании одной способности с недавних пор, но всех их объединяет одно. Первые недели-две новые персонажи убивают абсолютно всех. Даже саппорты. Потом игроки, конечно, привыкают, находят тактики, опускают винрейт персонажа до адекватного, а потом идут ожидаемые нерфы и все успокаивается до следующего персонажа. Такое явление справедливо для многих мультиплеерных игр, особенно свежих. Но есть уже две игры, где один персонаж до сих пор ассоциируется с нубами, обладает невероятно развитой огненной способностью и говорят, что он как-то замешан с дьяволом. Бастион из Овервотча. Дааа. Это в прямом смысле... Его до сих пор не добавили обратно Овервотч второй? Или уже добавили? Просто я недавно не играл. Машина смерти. Забавно пикающий робот, любящий птичек и мирную жизнь, умеет разворачиваться в стационарную турель и истреблять все живое, что попало в его радиус. Бастион был до абсурдности силен. Когда Овервотч только вышел, Бастион терроризировал матчмейкинг и терпел оскорбления в чате даже от своих тиммейтов, поскольку чтобы разрывать за этого робота и занимать в верхней строчке списки лидеров, от вас требовалось рука. Потом поднерфили немножко. Мозг был необязателен. У Бастиона есть все, чтобы быть им бой. Когда он в дефолтном состоянии, он может передвигаться и стрелять из автомата со средним уроном, но этим никто не пользуется, конечно. Ведь все как можно быстрее бегут занимать удобную точку, превращаются в турель и ждут, когда жертвы сами... Да, стоят под Мерси, под всякими хилами и просто аннигилируют всю карту. В форме турели Бастион стреляет из пулемета, который не только мощный настолько, что хрупкая трейсер улетала в отбой за полторы секунды, но он еще обладает гигантским радиусом, бешеной скорострельностью и невероятной точностью. Так что в целом Бастион может работать даже как снайпер. Большая часть персонажей, попавшие на линию огня Бастиона, не жили дольше... Сейчас мы же поменяли. Убрали ульту, теперь танк не становится, он теперь выпускает эти снаряды. И что-то еще изменили. А, теперь он может двигаться во время того, как он пулемет еще сделали хуже. Даже самые толстые танки страдали от этого чертового робота. И чтобы его загасить, требовалось его либо абьюзить, либо давить числом, выбрав кого-то в качестве приманки, которая точно умрет, либо вызвать своего Бастиона. Разработчики сбалансировали этого робота очень странным образом. Когда Бастион турель, он правда турель. Он не может передвигаться вообще, что позволяет его, например, обойти. А не самый большой запас жизни позволяет убить его с нескольких точных попаданий. Только вот когда наступают проблемы, Бастион может оперативно развернуться в ходячую форму и пойти за угол полечиться встроенной горелкой, а потом сесть обратно и убить всех, кто его обижал. Ведь это же такая хорошая идея, дать самому смертоносному персонажу возможность отхиливаться в любой момент. Плюс его ульта, это превращение в самый настоящий танк, который может передвигаться и встречу с которым многие не переживут. Он шотает, он шотает всяких трейсер. Тайвурди мейт. Не, мейн вроде двух ударов. Просто ломал матчи. Он делал это психопатично. В режиме сопровождения Бастион мог сесть на груз и под прикрытием щитов Рейнхарта доезжал до конечной цели меньше чем за минуту. Если у команды не было координации действий, Бастиону под щитом ничего не могли сделать, а он при этом выносил всех. Если Бастион занимал выгодную позицию, просто был, вся вражеская команда концентрировалась только на нем, потому что он приносил 90% проблем и набивал больше всех киллов. При этом, несмотря на всю свою ультимативность, за Бастиона невероятно скучно играть. Вы превращаете весь этот геймплей со способностями, тактиками и командной работой в тупой тир, не требующий от вас большого скилла. Именно поэтому в сообществе Overwatch по всему миру сложилось четкое мнение, что если ты берешь Бастиона, ты жалкое ничтожество неспособное играть. Конечно же Blizzard... Ну Бастион скучный, типа за него весело 1-2 раза поиграть, но потом такой, типа, зачем если можно поиграть за героев, у которых какие-то обилки поинтереснее. Они знали про недовольство фанатов и пытались всячески Бастиона ослаблять и ослабляли, но этот ублюдок был настолько ужасен, что он до самого закрытия первого Overwatch'а оставался главной угрозой низкого Элла. Некоторые новые персонажи неплохо так перетянули одеяло ненависти на себя. Та же Бригитта в свое время просто уничтожила киберспортивные турниры, а Эхо часто признают одним из самых ОПшных персонажей, которые заставляют нервничать самых профессиональных игроков. Но главная с**ка может быть только одна, и это Бастион. И он продолжает ей быть. И кайфует от этого. Потому что он уже сломал второй Overwatch. Ну не м***ть ли? То, что его так хорошо переработали ради баланса, что он теперь может передвигаться в режиме турели и кидать гранату вместо отхила, это полбеды. Он теперь совершает военные преступления в течении 8 секунд из-за маленького глича. Его ульта теперь выглядит как артиллерия. Выпуская 3 снаряда в любую точку вокруг себя и наносит нормальный урон. На самом деле это ульта среднего тира. Ее можно обойти, ее можно пережить, типа ей надо уметь пользоваться. Но если на последнем выстреле одновременно нажать кушку и сделать выстрел, вы можете спамить этими снарядами, покрывая им все вокруг себя. Меня уничтожали так моментально. Я думаю, вот эта ульта имбалансная. А оказывается все вот так, вот классно. Не крыша, щиты и вообще плевать. Если игрок на бастионе знал про этот глич, значит вы были на постоянном кулдауне. Кто еще мог сломать Overwatch 2? Только бастион. Я конечно не проверял, но скорее всего этот баг уже пофиксили. Но это ж вообще не меняется удивительной. Его убрали вроде вообще с Overwatch. Но опять же не знаю, вернули, не вернули. Ты остался персонажем, которого будут ненавидеть, потому что он слишком имба. Даже если его полностью занерфить. Хорошо, можно легко понять, как делают имбовое оружие. Очевидно, что одному персонажу из десятка слишком повезет с набором умений, а в комплексах игровых системах всегда найдется лазейка другая, которой не грех воспользоваться. Но можно ли сломать в игре обычную ходьбу и тем самым убрать из нее самый важный гейплейный аспект? Оказывается можно, если ты дофига гений. Есть совсем немного игр, в которых приятно не спеша ходить, как, допустим, в Mafia 2. Но в Death Trading ходьба это процесс. Вы можете как угодно относиться к... Там это вообще как бы геймплейная фишка. ...Death Trading, но вы не сможете отрицать, что здесь величайшая система ходьбы в истории видеоигр. Это 100%. Я бы никогда не подумал, что движения по полупустой пересеченной местности меня могут настолько увлечь. Ведь в одной только здесь... Когда-то я мне попробую поиграть, но мне кажется, она мне будет скучная до жуки. Не знаю, подобные игры, наверное, просто не для меня. Но хотя бы чисто для общего ознакомления надо поиграть. Ой-ой-ой. Я думал, он его снесет, но нет. Пошло, прошло. Вот это не крутая идея. В этом основная прелесть игры. Вы действительно осваиваете одичалый мир и делаете его комфортным. Вы можете превратить непроходимые места в удобнейший тракт, которым вы будете пользоваться постоянно. Поначалу покорение просторов дается весьма сложно и долго, но совсем скоро вы открываете новую технику и постройки, которые облегчают вам... Блин, звучит очень интересно, но опять же, до этого надо дойти. Но ничего из всего, что будет вам доступно, не будет использоваться так же часто, как зиплайны. Они меняют правила всей игры, буквально низводя главную идею до рутины. Если вы поставите два зиплайна на расстояние до 300 метров друг от друга, то между ними появится энергетический канат, позволяющий быстро перемещаться, и тем самым убирая из уравнения все эти многочасовые переходы. Учитывая, насколько дурацкое в этой игре управление техникой и какие непроходимые места могут встретиться на вашем пути, вы не сможете отказаться от использования зиплайнов, даже если захотите. Они слишком удобны. Если раньше вы могли выполнить два заказа за час, постоянно падая животом на младенца, то с зиплайнами вы сможете выполнить заказы в 10, без какой-либо возможности повредить груз. Ну, наверное, они и дорогие сами по себе. С ограничением по времени вообще теряет какой-либо смысл и напряжение. Это могли быть интереснейшие задания, которым приходилось бы основательно готовиться и досконально изучать и оптимизировать маршрут, чтобы экономить драгоценные секунды. Но с канатной дорогой они превращаются в самый легкий способ фарма рейтинга и ресурсов. Можно, конечно, возразить, что на зиплайне ты не сможешь выполнить часть заказов с очень тяжелым грузом, что правда. Но возле зиплайна теперь, в режиссерской версии, можно поставить катапульты, которые будут добрасывать груз до следующего зиплайна, что избавляет вас от ужасов езды в этой игре. И, конечно, вам все же придется полазить по местности, чтобы все эти зиплайны установить. Но вы сами не заметите, как быстро все узлы и убежища людей будут объединены целой сетью зиплайнов. А это значит, что вам больше не нужна большая часть построек в принципе. И даже запасные ботинки вы будете забывать брать с собой. Ты попробуйте перестоптать имеющиеся. А асфальтная дорога, которая по идее должна быть самым лучшим и удобным строением в игре из-за своей стоимости и времени затрат, проигрывает зиплайнам по многим пунктам. Самая главная проблема зиплайнов не в том, что они есть, не в том, что они так хорошо работают и не в том, что они так удобны, а в том, что они так рано появляются. В игре всего 15 эпизодов, а зиплайны появляются в пятом. Поэтому ближе к концу у вас все в этих зиплайнах. Мне кажется, если бы было бы 10 эпизоду, было бы лучше. Типа лучше бы дороги, чтобы можно его поставить. Больше доли проблем, которые казалось бы должны были быть. И если местная история вас не завлекла и выбивать ачивки вам не хочется, то дестрейдинг может стать крайне легкой и монотонной к финалу. Надеюсь, это видео к финалу монотонным не стало. Напишите об этом в комментарии и скидывайте свои примеры имбалансных предметов, оружия и пенсии. Хороший ролик. На самом деле, что-то блуджать все, разошелся. Делает и делает. Надо больше. Надо еще роликов. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. Мне было бы очень приятно. А так, всем удачки. Всем пока-пока.